Почти третий Сокшайб забрасывает даже больше. Третий Сокшайб екерит в большинстве. И вот здесь классный перевод в ближний угол. Не получилось, правда, отличиться. Метцело спас Козом на синюю. Ларсен. Классный шайб уходит. Ларсен будет бросать. И бросает. И выше Варакшайба идет. Очень неприятный отскок. И затолкает. Нет, не получается. Невероятным образом сейчас Метцело спасается. И Амур спасается. Вот еще раз посмотрим. Здесь Хатман, Йормака, Козом. Вот Козом. Это невероятный сейфмэк. А, да, конечно, смотрит повтор здесь в этой ситуации. Перестали линию ворот. Да, 2-1 счет становится. А значит, Брэндон Козом оформляет свою 12-ю уже набранную очко в этом чемпионате. И за... И еще один бросок Черепанов. Понравился ему отвечаться, видимо. Матча в предыдущем почувствовал вкус. Вкус к хоккейной жизни. Бандаль. И с неудобный Башкиров просто мимо ворот. Шабу посылает. Тем не менее, так продолжается Черепанов. Касание вновь. Карлсон закрыт. Но Шару все-таки со второй пропутки фиксирует. Более того, контратвет у Йокерита. Симпатичный Козом. В центр смещается. Вот здесь так и не придумал, что делать. Отдавать партнеру, который проверим. Курцем бежит или вторым темпом. Йормаку подключать их тут же. Очень опасно на реализацию большинства у Йокерита Коза. Он в центр перевод классный. Выше ворот отправляет шайбу. Зачем-то в этой ситуации. Совершенно непонятно, зачем Йормаку. Продолжается атака. Удаления не будет. Шелаков сам упал. Считают судьи. Бросок в ближний угол. Шайба в воротах. 2-2. Йокерит сравнивает счет сейчас. Юхомать... Нет, это Петр Регин. Петр Регин отличается. Еще один пришелец из-за океанского хоккея. Регин. Вот сегодня два первых бомбардира. Отличились у Йокерита оба в большинстве. У Брэндона Козуна стало 12 очков. У Регина третья заброшка шайбы. До этого матча у Амура в меньшинстве все-таки надеюсь, что нет. И два в одного. Более того сейчас атака. Загорно. Ну, кажется, нормально. Просто понимаешь, что ровно в той же превосходной степени. Амура все. Ларсин уже появился. И опять ошибся. И Грачеву какой момент дает. Высший ворот отброса. Может, помешали друг другу. Регин и Йормакам. Регин. На паузе. Ближний угол. И не готов оказался Мецела к этому. И все-таки пропускает Амур снова в меньшинстве. Снова в меньшинстве третью шайбу. Уже свою забрасывает Йокерит в большинстве в этом матче. И вновь Петер Регин делает счет 3-2. Вот так вот все перевернулось у нас с ног на голову во втором периоде. Три из четырех моментов большинства в этом матче реализуют. Доставил ее до Файзульна. В обратку получает Ванда. Ну, как же так? Не попал по шайбе. Первый раз. Да и второй раз. В общем, сделал это не так, как хотел. Козан ставит корпус. Здорово оставляет Регин. На хитрых замах был сейчас. В лучшем противостоянии между этими командами в этом году еще ни разу не играл ни дополнительное время. Ни буллит и Йокерит сейчас мог, в общем, снять все вопросы. Добывание хоть каких-то очков именно за что-то дополнительное время. Ух ты! Какой момент выскакивает шайба на пятак. Я думаю, он и сам не ожидал, что шайба к нему придет после такой жесткой борьбы у лицового борта. Но нужно ожидать. Нужно гривой чутье форварды. И нужно его использовать, безусловно, на все сто. Алтанин здорово поборолся. Бросок и спасает после того, как выводили. На убойную позицию, по сути, Ере Саленина. Загорно. Здорово под синюю находит партнера. Литовченко. Ах, как классно ушел от Регина. Вперед на Атюшову. Атюшов на паузе. Атюшов на дальнюю. Ой-ой-ой, какой моментище. Литовченко здесь грудью накрывает шайбу буквально. Продолжается атака Йокерита. Загорно. Некуда развернуться. Якова обокрал соперника. По воздуху вывести не получается. И Тарасов на дальнюю. Лишняя передача. Зачем? Почему? Самому-то не бросить, поднять. Все равно не сумел при этом Литовченко. Выходивший на ударную позицию. Нет, Загорно выходивший на ударную позицию. Сколько же моментов сейчас. Три момента, в которых Амур мог забивать. Но не самые правильные решения были приняты. Ох, какой бросок мощный. Шанс, шанс еще остается. Загорно прямо в голкипера шайбу отправляет. Прозвучала там сирена. Здесь Вертонин с Башкировым схватились. Чуть раньше просигнализировал главный арбитр удаление. Ларсену сбили шлем. Бросок оказался не точным. То ли у Ванделя, то ли у Шенина. Но шепт оборотах оказалось. Да, но шлисток прозвучал намного раньше. Мы это прекрасно понимаем. И снова, и снова Амур наступает на свои любимые грабли. Команда, которая вела по итогам первого периода в матче против одной из лучших команд, как детально-хоккейной лейки, вела с преимуществом в две шайбы. Победу упускает, пропуская во втором периоде три шайбы. Играя в меньшинстве, 3-2. Таким образом, Йокерит побеждает своих соперников. Побеждает, ну, наверное, на классе, можно сказать. И по-прежнему у команды нет поражений на выезде в этом чемпионате. Единственное поражение, которое у команды было, оно было дома. С минимальным счетом от Минского Динамо. Четвертую победу подряд одерживает Йокерит.